Здравствуйте, друзья! Перед началом выпуска, так я слышал однажды, хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных людей, кто помогает нам в это нелегкое время. Большое спасибо вам за теплые слова благодарности, за вашу активность и обратную связь, за моральную и материальную поддержку. Так я слышал однажды, это агрегатор новостей республики в видеоформате. С уважением, Максим Цеденов. Я, Кинзева Киштай Ивановна, как общественный деятель, который занимается общественной работой на территории свыше 10 лет. В республике Кавнуки. В данное время нахожусь в ковидном госпитале. Надо сказать, что здесь не самые лучшие условия и для больных, и для медперсонала. Обращаюсь с такой просьбой к... даже не с просьбой. Я требую от руководства республики, от депутатов народного хурала поставить вопрос о срочном строительстве нового госпиталя для республики Калмыкия. Именно с привлечением Министерства обороны России. Госпиталь должен быть построен в кратчайшие сроки. Именно Министерством обороны, поскольку они могут это все оперативно сделать, гражданские лица будут очень долго строить. У нас очень много больных, у нас очень много умерших. Вы представьте, сколько людей умирают у нас каждый день в нашей маленькой республике. Это горе многих людей. Калмыки очень много пережили. И мы не должны терять каждый день жизни своих граждан. Я не знаю, почему замедлено строительство госпиталя намечено уже два года тому назад, по-моему. Если руководитель республики не справляется с этим, значит, Министерство здравоохранения России должно взять вопрос под свой контроль. Я обращаюсь и к министру здравоохранения России, и к министру обороны России с просьбой помочь моей республике. 17 декабря на турнире «Буря на Волге» калмык-монгол, боец Чингиз Натыров, одержал уже третью победу в своем профессиональном боксе. Теперь рекорд Чингиза – три победы, ноль ничьих и ноль поражений. Поздравим нашего земляка! В Калмыкии на протяжении месяца проводилась обучающая программа по предпринимательству для детей 14-17 лет. Сегодня объявили победителей конкурса «Мой первый бизнес». Программа была организована региональным центром «Мой бизнес» для популяризации предпринимательской деятельности среди школьников и студентов республики. С начала ноября проводились открытые уроки, деловые игры, тематические сессии и образовательные курсы с привлечением успешных предпринимателей региона. Всего в ней поняли участие более 300 детей. Главным событием программы стал конкурс, в котором ребята представили свои бизнес-проекты. Кафе правильного питания, массажный салон, арт-пространство, юридические услуги, велоспорт и другие интересные идеи. Каждому участнику была присуждена победа в отдельной номинации. А поездку в «Орленок» выиграл 15-летний ученик из Саганамана Иван Ларионов. Он представил социальный проект по созданию бизи-бордов для детей. Сроки сдачи нового дошкольного учреждения в селе Троицкое целинного района сдвинуты с 31 декабря 2021 года на второй квартал 2022 года. Готовность объекта оценивается в 70%. Причина затягивания сроков объясняют подорожанием строительных материалов и незапланированным усилением фундамента. Проектом и сметой эти мероприятия, понятно, запланированы не были. Сейчас подрядчик ООО «Кишик» занимается монтажом кровли внутри помещений, ведут работы по установке системы отопления и обустройству канализации. Предстоит подключение объекта к газопроводу, а также внутренние работы и благоустройство территории. Спустя десятилетия родственники участника Великой Отечественной войны Доржи Баваев узнали, что он был удостоен Ордена Славы Третьей степени. Доржи Наминович был призван на фронт 30 июня 1941 года. Служил сапером в 18-м Каверлийском полку 218-й стрелковой дивизии Сталинградского фронта. 25 ноября 1942 года в бою получил тяжелые ранения в левую руку, которую затем ампутировали выше локтя. В марте 1943-го был уволен запас по ранению и признан инвалидом. А спустя несколько месяцев в декабре Месси со всем народом отправился в ссылку «Попал в Хакасию» в декабре 1945 года. Саралинский районный военкомат Хакасской автономной области Красноярского края представил Баваева правительственной награде. Ордену Красной Звезды указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден Орденом Славы Третьей степени. В это время Даржин Аминович уже переехал в Тюменскую область. Затем, после восстановления калмыцкой автономии, вернулся на родину. О том, что он был награжден Орденом, ветеран так и не узнал. Он умер в апреле 1973 года. Удостоверение к награде было вручено его сыну Борису. Обязательной работой на срок 200 часов такое наказание назначил суд жителю Калмыкии за ложный донос о преступлении. Несложившиеся отношения с владельцем животноводческой стоянки стали причиной телефонного звонка в полицию. Одного из работников крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчина заявил, что его похитили, избивают и незаконно удерживают на животноводческой стоянке. По этому факту была проведена проверка. Выяснилось, что все заявления, сделанные жертвой, не соответствуют действительности. В Яшкульский районный суд передано дело в отношении двоих жителей Волгоградской и Ростовской области. Они подозреваются сразу в нескольких эпизодах по статьям о мошенничестве. Выяснилось, что в прошлом году на протяжении трех месяцев мужчины звонили гражданам и убеждали их переводить банковские накопления на свои счета. При этом злоумышленники находились в исправительной колонии на территории Калмыкии. Изворотливые мошенники рассказывали своим жертвам о сложных жизненных ситуациях, в которые попадали родственники потерпевших и просили перевести деньги на решение проблемы. Таким образом, им удалось выманить более 120 тысяч рублей у жителей Ростовской, Саратовской, Ленинградских областей. В Госдуме приняли закон о защите здоровья граждан. Законом вводится понятие «сертификат здоровья», который будет выдаваться всем, у кого есть антитела независимо, переболел человек бессимптомно или вакцинировался, в том числе иностранные вакцины. Причем независимо от уровня антител, как и рекомендованы международными стандартами, установленными ВОЗ. Действовать сертификат будет от 6 месяцев до 1 года. Эксперты считают, что закон вводит единые стандарты и правила работы в борьбе с распространением COVID-19. Это позволит избежать перегибов на местах при исполнении тех или иных решений. Вводимый сертификат здоровья, по сути, медицинской книжки, например, у работников общепита или сертификата вакцинации у детей, где хранятся данные о всех прививках. Основная задача нового закона – защита граждан от пандемии, который не будет нарушать права и свободы жителей, но в то же время создаст все условия для скорейшего возвращения привычной жизни. Законодатели обращают внимание, что данный документ будет действовать до 1 июня будущего года. Будем надеяться, что к этому времени принятые меры позволят остановить пандемию. По словам министра здравоохранения Республики Калмыкия Юрия Кикенова, по новому закону больше граждан получат сертификат здоровья. В целом, его задача в условиях борьбы с пандемией – охватить тех, кто так или иначе соприкоснулся с коронавирусной инфекцией, при этом сохранив за гражданами реализацию своих прав и свобод. Если говорить о Калмыкии, то регион близок к формированию коллективного иммунитета. Но все же хочется заострить внимание на необходимости получения вакцины и соблюдения всех мер безопасности. Это особенно важно сейчас в преддверии новогодних каникул, отметил министр. В Листе снова заработали группы дневного пребывания в реабилитационном центре для детей и подробков с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в региональном министерстве социального развития. Больше чем полтора года из-за пандемии дети не могли посещать полезные для них занятия. Была возможность бывать только в отделении физиотерапии. Но за это время персонал произвел ремонт в помещениях, был обновлен фасад и усилена отмостка. Приведены в порядок кабинеты и спальные комнаты, а также пищеблок и столовая. В настоящее время работа центра проводится с соблюдением всех мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. Сотрудники центра прошли ревакцинацию, а также обязательное обследование методом ПЦР. Диагностики. Говорится в тексте сообщения. В Ростовской области в суд передали дело полицейского, из-за которого на глазах 11-летней девочки умерла мать. Сейчас мужчина находится в статусе подозреваемого, а его судьбу должны решить на слушаниях, сообщили в пресс-службе управления следкома по региону. Как пояснили, в ведомстве правоохранителю предоставили обвинение в халатности, повлекшее смерть человека. Трагедия произошла 1 января 2021 года. Тогда с криками о помощи в полицию позвонила школьница. Она рассказала, что ей мать убивает сожитель, но полицейский просто не поверил в это и повесил трубку. В итоге девочка осталась совсем одна в страшной ситуации. Израненная мать умерла у нее на руках. Когда произошедшее выяснилось, правоохранителя задержали. Все это время следователи собирали улики и доказательства. Теперь подозреваемого заставят отвечать, почему он оставил семью в беде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. В поселке Восход Октябрьского района полным ходом идет строительство офиса врачей общей практики. Новый медицинский объект должен быть сдан в эксплуатацию уже в следующем году. В поселке, где основная часть – это представители старшего поколения, офис врача общей практики является важной составляющейся качественной медицинской помощи. Здесь будут созданы все условия для получения качественной медицинской помощи. Офис рассчитан на 20 посещений в день. Все строительные мероприятия осуществляются по графику. Возведение объекта на контроле надзорных органов. Пять проектов из Калмыкии стали обладателями президентского гранта на 10 миллионов рублей, в их числе калмыцкие шермицы Яшалтинского станичного казачьего общества. Конкурс президентских грантов «Сохранение исторической памяти» в этом году привлек внимание рекордного количества участников. Было подано свыше 12 тысяч заявок. Победителями объявлены 2144 участника из 81 региона страны. Яшалтинские казаки не случайно выбрали в качестве своего проекта шермицы. Так именуются традиционные бои дарских казаков. Проводились они календарным праздником, военно-траурным обрядом входили в станичные домашние игры. В наше время шермицы известны как «этноспорт». Жители республики отмечают постоянный рост стоимости бензина. К слову, по данным еженедельного мониторинга потребительских цен достатотоплива в Калмыкии, действительно дорожает. Эту динамику роста аналитики наблюдает практически весь декабрь. Подчеркиваю, на неделю стоимость бензина 92-го повысилась на 12 копеек, 95-го на 9 копеек, 98-го на 20 копеек, дизельное топливо на 10 копеек. На автозаправочных станциях и листы бензин марки 92-го можно приобрести по цене 48 рублей 31 копеек, марки 95-51-42, марки 98-й 57-81, дизельное топливо обходилось водителю 51,36 копеек. На линиях электропегидач, установленных на территории природных заказников, будут установлены устройства для защиты пернатых обитателей степи от электрического тока. Такое решение принято судом по отношению к эксплуатирующей организации. Птицезащитное устройство отсутствует на территории заказников имеющихся статус федеральных – Сарпинский и Харбинский, где сейчас как раз занимаются сохранением птиц и созданием условий для их размножения. Напомним, заказники находятся на территории Яшкульского, Киченеровского и Юстинского районов. Такие приспособления есть лишь на некоторых участках четырех линий электропередач. В главном Хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакемуни» зрители смогут посмотреть фильм «Песня зеленой тары». Автора Нины Бардаевой показ запланирован на 29 декабря, в день празднования Зул, в 13 часов, в конквирент зале Хурула. Реликвия хранится в Таврополе, где и начались съемки фильма. Далее сюжет раскрывает сокровенную символику ткани, в которой зашифровано послание предков о преодолении невзгод мира сансары. «Зеленая тара» защищает буддистов от бед и несчастий. К ней обращаются перед дальней дорогой, просят защиты для детей и родителей. Напомним, год назад танку «Зеленой тары» выставляли в Национальном музее имени Пальмова в городе Элиста. В Калмыкии оператор стационарного поста весового контроля подозревается в мошенничестве. Подозреваемый 20 ноября вместе с группой лиц, которые не являлись должностными сотрудниками, в помещении стационарного поста весогабаритного контроля, расположенного на автодороге Яшкуль-Комсомольск. Артезиан предложил оказать девяти водителям большегрузных автомобилей содействие в беспрепятственном проезде через территорию стационарного поста, не проходя взвешивание транспортных средств. Мужчина получил от них денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. На этом пока все. Не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарии под этим видео и делитесь этим видео с друзьями с наилучшими пожеланиями. С наступающим Новым Годом! Максим и команда канала ZAN Online. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы», рассказ-диалог «Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта-калмыки Константина Эрендженова, «Это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа». Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Мендыфт Эн Би. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.